С разбега в CGI. Плата и микросхемы в Unreal Engine. Залетаем на сайт windmiller.net и качаем прогу GSC Placement. Открываем и клацаем вот сюда. Нажимаем на квадратик и у нас появляется все, что тебе нужно для дальнейшего рендера. Окей, мы можем выбрать тип платы, количество повторений, яркость и так далее. Настроек не так много. Сохраняем сначала эту карту, затем нажимаем Taggle Colorizer. Здесь мы можем выбрать нужный цвет и точно также сохранить вместе с нормалями. В левой панельке можете повыбирать еще какие-либо карты для достижения интересного результата. Работать будем в четвертой версии анрилла, там есть возможность использовать теселяцию. В пятой пока еще не завезли. А может быть там есть и другой метод, но я пока его еще не знаю. Создаем новый материал и закидываем plane. Спозиционируем его куда-нибудь, чтобы просто можно было удобно за ним наблюдать. Ну и на него уже созданный материал. Дальше я буду показывать, что подключать и объяснять, а вывод всего этого уже после настройки материала. Ускоряемся. В Content Browser закидываем все сгенерированные текстуры и соответственно дальше открываем сам материал. Закидываем все сгенерированные текстуры, но пока не подключаем. Создаем ноду текста Coordinate, следом Multiply и Constant параметр для будущего изменения значения UV, чтобы все наши текстурки позиционировались на плоскости. Подключаем во все текстуры вход UV. Сначала настроим Displacement. Создаем ноду Vertex Normal. Соединяем их через умножение, т.е. Multiply. Горячая клавиша здесь M плюс левая кнопка мыши. Теперь чтобы его можно было настраивать умножим еще на Constant параметр. Назовем его Def. Подключаем World Displacement. В параметрах самого материала в поиски вбиваем Tess, чтобы найти теселяцию. Вот это значение меняем на Flat Tessellation. Max Displacement ставим на 250. Отлично. Здесь тоже нужен Constant параметр, только уже для самой теселяции. Мы можем сразу указать Default значение примерно на 400. Текстуру Displacement можно использовать как Routness, поэтому умножаем его на Constant параметр и меняем его на Routness. Затем на нее же можно добавить контраста через ноду Chip Contrast и также с параметром, чтобы впоследствии можно было все изменять. Подключаем конечно в сам Routness. Мне бы хотелось детализировать и добавить еще интересных царапин и потертостей. Эти текстуры мы можем добавить через ноду Add, чтобы сложить белые цвета. Делаем это с обеими текстурами. И не забываем закидывать все в Routness. У нас будет проблема с позиционированием новых текстур, потому что у них разные размеры. Поэтому дублируем ноду Texture Coordinate и применяем к новым текстурам. Примерно вот такая штука получается, но погоди, Нормаль нам нужна для деталек, будет круче. Здесь его достаточно подсоединить с нодой Flatten, Normal и Константой, чтобы ее также можно было регулировать. Теперь имея все параметры, мы можем создать Instance Material и перемещать все ползунки там. И ты такой заведомо опытный скажешь, Джон, какого хера? Дисплейсмент жрет память как не в себя. А я такой отвечу, окей. Альтернативой будет Displacement Parallax. Проделываем то же самое, только до настройки материала. И тут уже нашу текстуру дисплейсмента конвертируем в Texture Object. Далее создаем ноду Parallax Occlusion Mapping. Подключаем текстуру в Height Map. Затем создаем Констант параметр с помощью S плюс левая кнопка мыши. Он будет отвечать за выдавливание. Но нам также понадобится параметр, который позволит настраивать количество слоев для качественного параллакса. Для этого мы проделываем вот такую вот конструкцию, применяя Divide. Создать его можно с помощью D плюс левая кнопка мыши. На Divide ставим значение 10. Далее для позиционирования создаем ноду текста Coordinate, а также RGB плюс Alpha. То есть удерживаем циферку 4 плюс левая кнопка мыши и меняем красный цвет на единицу. Отлично, остальное по факту делается точно так же, только все остальные текстуры должны идти со входом параллакса. Ну и впоследствии подключаешь карты туда, куда тебе это необходимо. В Instance материале вы найдете те параметры, которые были указаны в константе. Если захочешь что-то изменить, заходишь в оригинальный материал и меняешь там все необходимые настройки, ноды и т.д. Поэтому преисполняемся с маленькими фишками и создаем что-то уникальное. В смысле подписывайся на канал, с разбега возвращаемся.